Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джек Траут с его одним из монументальных трудов «Дифференциируйся или умирай, выживание в эпоху убийственной конкуренции». Нужно сказать, что Джек Траут классический маркетолог, который основное количество своего времени отработал в собственном маркетинговом агентстве, где как раз и познакомился с и Стивом Ривкиным, и с Эллом Райсом. Элл Райс – это тот человек, с которым они написали «Маркетинговые войны», одна из первых книг Траута, принесшая ему популярность как автора. В «Маркетинговых войнах» они, кстати, сделали больше упор на то, что ситуация, которая происходит на рынке, она очень похожа на войну, и вы должны, используя теорию ведения войн, должны бороться за лидерство как на войне и побеждать. Видно, что «Дифференцируйся» или «Умирай» чуточку более в пацифистическую сторону ушло, но, тем не менее, на обложке все еще есть «Граната». Эта книга была издана на русском языке в 2006, кажется, году, а написана еще раньше, там, около 2000-х, в районе начала 2000-х. Поэтому, собственно, там будут такие вопросы, ответы на которые, вопросы, которые задает Траут, ответы на которые нам сегодня уже очевидны, но тогда это все еще была, ну, то есть, не до конца понятная штука, как действовать в рамках глобальной конкуренции, как выживать на рынке, где все товары одинаковые, услуги, похожие друг на друга, и что вообще такое дифференциация. К выпуску про «Дифференцируйся» или «Умирай» должно быть какое-то очень неплохое вино. Если вы смотрите этот выпуск первым в череде выпусков, обзоров книг в формате «10 фактов, 3 задачи», то, наверное, не знаете, что почти с каждой книгой я выпиваю какое-нибудь неплохое вино. Но в этот раз к книге «Дифференцируйся» или «Умирай» идеально случилась оказия побывать в одной из семейных небольших виноделин Этцетера, это Молдавия. Вино Афините, 2018 год, молодое, с винтовой крышкой и купажом винограда «Вианье» 80% и «Шардоне» 20%. Надо сказать, что «Вианье» это классический французский виноград, и в зависимости от того, в каком терруаре он произрастает, он по кислотности может, ну, она, во-первых, у него слабовыраженная, а во-вторых, он может наследовать вкус «Шардоне». То есть, получается, что, по сути, это близкое к монокупажному какому-то вину. Для лета очень-очень хорошее, и, наверное, одно из последних белых вин в этом сезоне, потому что уже начинается октябрь, и нужно будет переходить потихоньку на красное. Этцетера – очень крутой пример того, как люди в 2019 году дифференцируются, отстраивают визуально, тактильно и эмоционально очень крутой бизнес, который позволяет им выделяться среди многих других виноделин в этой стране. И 70-80% всего вина продавать по предзаказу еще не собранного урожая, но уже при этом проданного. Так что вот книга идеально подходит к вину. Необходимость дифференциации, о которой говорил Траут в 2000-м, когда он писал эту книгу, да и сейчас, понятно, что многие начинающие бизнесмены, они по своей сути не понимают до конца смысла дифференциации, потому что очень часто мы выпускаем товар или услугу, которая выглядит или кажется нам такой же, как у остальных. Именно это и губит их идеи, их работу. И вся книга посвящена, с одной стороны, тому, чтобы внушить вам необходимость дифференциаций, а с другой стороны объяснить, как она выполняется с точки зрения четырех существующих групп. Траут говорит, что прежде чем вы захотите открыть свой собственный бизнес, прежде чем вы начнете создавать какой-то товар или услугу, сядьте с чистым листом и обязательно найдите тот самый дифференцирующий признак. Это какие-то лидерские позиции, какое-то уникальное знание, которое позволяет вам делать товар чуточку лучше, возможно, это территориальная уникальность, выявление особенного свойства. И даже если товар абсолютно стандартизированный, все равно можно найти уникальность в окружении. Нужно ли отличаться? Спрашивает Настраут в своей книге, и нам сейчас в 2019 году этот вопрос кажется риторическим, но тогда в 2000-х все еще нужно было какое-то время потратить для того, чтобы внушить начинающим бизнесменам необходимость отличаться от своих конкурентов. УТП. Если вы не слышали эту аббревиатуру, то и собираетесь заниматься бизнесом, я вас поздравляю, скорее всего, вы будете слышать ее и прокручивать в своей голове теперь гораздо чаще, чем до этого момента. Уникальное торговое предложение. Это краеугольный камень, самый важный вопрос на стадии запуска. Что такого уникального делаете вы? Все возможные околонаучные или художественные трактаты про то, что кради как художник, копируй конкурентов, но добавляй что-то лучшее. И вот это все, оно как раз и говорит нам о том, что даже если у вас абсолютно идентичный товар вашему конкуренту, вы запускаете 100-500 магазин продовольственных товаров или делаете что-то, что делали до вас, найдите пожалуйста уникальное торговое предложение. В чем вы будете отличаться? Потому что человек, когда выбирает какой-либо товар, он, как правило, отталкивается от отличий и по возможности от отличий в нескольких направлениях. Именно вот эти несхожести с тем, что он сравнивает в своей голове с существующим товаром, они играют ключевую роль. И именно на этих вот уникальных торговых моментах должен базироваться весь маркетинг, который вы выстраиваете. То есть в процессе рекламы вы даете покупателю понимание, почему именно ваш товар нужно покупать. И это понимание чаще всего базируется как раз на уникальном торговом предложении. И там Траут еще так вскользь отмечает, что помимо УТП у вас должна быть удача, потому что иначе ничего не получится. И тут в этой части он приводит достаточно большое количество разных рекламных компаний, которые, по его мнению, были сделаны не очень хорошо и не должны были выстрелить. Он там издевается над рекламным слоганом Макдональдса. Но тем не менее была вот удача, они как-то очень ко времени пришлись и было очень много денег. И это, по мнению Траута, тоже играет немаловажную роль. Как принимаются решения? Траут принцип принятия решений разбирает на психологические составляющие и базируется на четырех основных параметрах и, собственно, выделяет четыре основные группы. Это интуитивное принятие решений, это логическое принятие решений, эмоциональное, оно чуть отличается от интуитивного и чувственное, оно тоже чуть отличается от эмоционального. Там есть немножко разные оттенки, но нужно понимать, что вот у разных людей, конечно же, мы чаще всего принимаем решения на основе смеси вот этих вот параметров, но преобладает чаще всего какой-то один. И именно поэтому вы абсолютно четко должны знать, для того чтобы выявить, каким параметром нужно пользоваться при составлении УТП вашего продукта или услуги, нужно понять, а какую же основную целевую аудиторию составляет вот целевая аудитория вашего продукта. Она относится к интуитам, к логическим чувакам, которые принимают решения на основе логического восприятия, или эмоциональные, или, возможно, это какие-то чувственные. Как только вы выделяете группу, то дальше, ну понятно, что у вас, возможно, у товара будет понамешано, но, скорее всего, костяк какой-то будет. То есть там 50% или 60% пусть это будет эмоциональных, всего 10% логических, и оставшиеся там 30% по 15% делятся между интуитивными и чувственным восприятием. Что делать, если основная группа у вас интуитивная? Значит, как можно из названия предположить, что такие покупатели не особо вдаются в подробности технические характеристики, они больше похожи на визуалов, они оценивают картинку, они оценивают фразы лучше, эффективнее, быстрее и так дальше. И, как правило, на интуитов их еще называют ранней, ранняя группа, на них ориентируются, когда представляют какие-либо новые товары. Вот если это голубой океан, и никто до вас еще этого не делал, то нужно ориентироваться на интуитивную группу. Есть дифференциация для логически мыслящих, они, понятно, тут воспринимают максимально подробные данные, они читают отзывы, они смотрят и сравнивают технические характеристики. Для них важна точность, последовательность представления информации о продукте, и важно, чтобы мозг зацепился за какие-то рациональные доводы, почему стоит выбрать этот продукт или услугу в сравнении с другими. Они мало обращают внимания на эмоциональный аспект и не очень слушают интуицию, все основывается на сухом фактаже. Если вы эмоционируете, как молодой человек на слайде, то полный антипод предыдущего логически мыслящего вида покупателей, и многие и ученые, и исследователи, и те, кто озабочен вот этой вот психологической составляющей покупок, говорят, что эмоциональных покупателей становится все больше, поколения эмоциональных покупателей, вырастает. Ну и, конечно же, если ваша целевая аудитория женщины, то нужно принять во внимание, что вот там интуитивно-эмоциональная группа может достигать порядка 80% принятия решения покупки. Они руководствуются эмоциями. Они могут точно так же верить отзывам, но не с точки зрения логики и сопоставления фактажа про товар или услугу, а про то, насколько эмоциональным языком будет этот отзыв написан. И если там будет восторг и вау-эффект, то этот отзыв может быть воспринят как экспертный, и на его только основании человек, входящий в группу эмоциональных покупателей, совершит покупку. Очень важно для них истории, для них важны симпатии, для них важны положительные эмоции. И на вот этих вот основных принципах и отстраиваются УТП для этой группы. Афинте хоть и молодое вино, но если оно все-таки чуточку постоит, подышит, у него прям появляются какие-то непонятные нотки цитрусовых, таких неожиданных, которых вроде бы и не ждешь от вина 2018 года. И дифференциирование для воспринимающих. Четвертая группа. В общем-то воспринимающие – это смесь логиков и интуитов, наверное. Они всегда знают, чего хотят, они обрабатывают большое количество информации, но при этом они не руководствуются на 100% фактажом. Тут может быть примесь каких-то эмоциональных составляющих. И да, им нужно обработать большое количество информации, но подстегивающим фактором для совершения покупки должно быть какое-то эмоциональное пятно. При этом такая группа практически всегда знает, чего она хочет и очень редко ошибается при выборе, ну вернее, как бы себе говорит, что существующая процедура покупки, даже если это потом оказалась ненужная соковыжималка, она базируется на абсолютно точном принятии решений о покупке. То есть там редко, когда бывают присущие эмоциональным покупателям колебания «хочу-не хочу», «буду-не буду», «сегодня вечером вот уже сделал предзаказ, а завтра утром не собираюсь его выкупать». Дифференцирование вообще это продолжение теории позиционирования, которую Траут выказывал в своем первом монументальном труде «Позиционирование битвы за умы», который вышел в свет еще, по-моему, в 85-м году. Он говорит, что дифференцирование, ну это как бы разновидность позиционирования, методология отстраивания от похожих на тебя товаров, явлений, услуг, брендов и людей с помощью какого-то вот этого самого УТП. И вот то самое дифференцирование или позиционирование, оно возможно для всего. То есть если вы не собираетесь заниматься бизнесом, но вы специалист в какой-то отрасли и у вас наверняка есть конкуренты, то для того, чтобы выглядеть на голову лучше, чем эти самые конкуренты, вы должны понимать, как вы от них отстраиваетесь. Он говорит, что дифференцирование возможно не только для товаров и услуг, оно возможно вообще для всего происходящее, для любого явления. Применима теория дифференцирования. Чем четче вы расписываете вот этот самый процесс, тем лучше у вас потом будет результат. И сам процесс, который вы должны просто для себя имплементировать в зависимости от того, что это, дифференцирование чего, это товары, услуги, явления, вас как специалиста, он все равно состоит из одинаковых этапов в этом самом процессе дифференцирования. Особенно важно это, если, вот у нас будет следующий слайд, сейчас будет алгоритм, там вот эти четыре этапа я опишу, но очень важный момент, если вы вдруг считаете, как 99% людей считают, что на этапе запуска бизнеса вы начинаете заниматься тем, что делают до вас точно так же, как будете делать вы, и процесс дифференцировки товара вообще невозможен, то используйте вспомогательные элементы. Вспомогательные элементы очень часто можно использовать в рамках создания мифов и легенд с помощью стори-тейлинга, то есть вы переключаете фокус с продукта, услуги, товара, который вы делаете, на окружение, в котором он находится, и при этом связываете эту историю с самим товаром. Очень это действует на интуитов и эмоциональных групп, ну и может подействовать на логиков. Иначе товар просто не заметен. То есть если не можете дифференцировать сам товар, дифференцируйте окружение вокруг этого товара. Алгоритм следующий, у вас есть 4 этапа. На первом этапе вы определяете смысл в контексте, то есть вы начинаете отдавать себе отчет, какой продукт или услуга у вас есть, может ли быть у него УТП или должно быть УТП у его окружения. Формируйте вот это вот самое отличие в списком и подтверждайте их свидетельствами. То есть не просто наш товар самый лучший, потому что так сказала моя мама, а это должны быть какие-то или объективные логические метрики, или сильные эмоциональные. И дальше, когда у вас есть вот эти самые отличия, их может быть немного и не должно быть много, там до 5-10 разных отличий, каждый из них должен быть прокоммуницирован. То есть вы в идеале, если вы строите эти самые отличия, исходя из того, какая целевая группа вашего товара. Если это логики, то для них отличия должны базироваться на фактажей и там бум-барум-бабум. Если это эмоциональная группа, то для них отличия должны базироваться на вау-отзывах, на каких-то теплых очень историях. И дальше вы каждые из этих отличий коммуницируете в рамках визуальных составляющих, то есть там баннеров, не знаю, каких-то оформлений инстаграма, оформлений самого сайта. В рамках контентной составляющей вы пишите тексты так, чтобы они подчеркивали как раз именно эти все ваши отличия от ближайших конкурентов. И я хочу сказать, что вот по моему мнению, ну значит много, книгу можно и нужно прочитать. Много из вопросов, которые там задаются, уже утратили свой смысл и ответы на них дало время и в общем-то развитие, развитие рынка, продуктов, конкуренции и всего остального. По моему скромному мнению, вот самые крутые примеры дифференцирования товаров, а то, что их нужно дифференцировать в 2019-м, это ни у кого не вызывает вопросов. Так вот самые крутые примеры строятся либо на превосходстве товаров, когда в эпоху вот постоянной беты, мы из нее практически никогда не выходим, мы всегда вот на каком-то при старте в рамках стартапа, это бета, это еще не релиз, что нас как бы извиняют за то, что товар сырой, там куча багов и это все нужно отлавливать. Так вот в эпоху постоянной беты иметь крутой товар, полностью отвечающий своим характеристикам и продолжать вкладывать его в развитие, это уже немаловажное УТП. то есть акцентирование на качестве товара и услуги как маркетинговом инструменте и как элементе превосходства работает очень хорошо, если вы действительно можете делать крутой продукт. И вторая составляющая в 2019-м примеров крутого дифференцирования должна базироваться на бифах и легендах в формате того самого стори-теллинга. И первый путь он про товар и продукт, он больше для рациональной целевой аудитории, второй для эмоциональной. Три задачи из книги всегда записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, 100 страниц с советами по скорочтению, с красивой и приятной бумагой, чехлом, карандашиками и в общем уютное место, в котором вы можете спрятать все свои мысли из книг, потом возвращаться к ним, да и собственно вы наверняка знаете, что мысль, любая мысль записанная рукой, она обработана нашим мозгом и отложена в отдельную ячейку, дожидается там своего времени и уже никогда никуда не пропадет. Формировать УТП на основе лидерства, это одна из задач в любом продукте или услуге. Лидерство подразумевает собой возможность создания инноваций и возможность освоения больших бюджетов в этой самой нише и задача может казаться неочевидной, но ее суть заключается в том, что если вы выпускаете абсолютно похожий товар, который делают все остальные, например мыло ручной работы, сделайте узкий сегмент этого мыла только для, не знаю, кормящих мам и в этом сегменте станьте лидером, тогда вот это УТП, которое никто не сможет больше повторить и станет тем самым той самой движущей силой, которая вытолкнет вас наверх. Проговаривать УТП не только для клиентов, но и для сотрудников. Траут говорит, что чем лучше сотрудники понимают, чем компания или продукт отличается от других, тем лучше они во-первых работают, тем лучше они могут это потом донести до конечного потребителя, то есть всегда проговаривать и прорабатывать УТП совместно с сотрудниками, а не придумывать его самостоятельно и потом пытаться навязать сотрудникам. И использовать принцип дефицита, это уже было в нескольких книгах, я тоже выделял это себе как задачу, это работает всегда. Траут говорит, если образовалась очередь, человек должен в нее стать, это работает всегда и везде, поэтому принцип дефицита и дальше использовать в различных товарах и услугах искусственно ли, принудительно ли или реально. Таким был Траут, таким была книга «Дифференцируйся» такой была книга «Дифференцируйся» или «Умирай», таким было Афините 2018 года. Не уверен я, что я могу прям порекомендовать эту книгу к прочтению. Основные какие-то моменты стоило бы из нее бегло, может быть в каком-то кратком содержании еще перечитать. Самое главное, научитесь отстраиваться от своих коллег-конкурентов с помощью эмоциональных или рациональных инструментов и даже если товар этого не предполагает и даже если он абсолютно одинаков. Отстраивайтесь тогда окружением и тем, что вы видите возле своего товара, продукта или услуги. Это был проект «Читай быстро», «Буква.инфо», можно подписаться на канал, можно проверить скорость чтения на сайте «Буква.инфо.рапид», прочитать текст, ответить на вопросы, получить сертификат и книжку с рекомендациями по ускорению собственного чтения. У нас есть блокнот для осознанного чтения, у нас есть рабочие тетради, у нас есть конспекты. Это все на сайте «Буква.инфо.блог». Инстаграм, буква.инфо, колокольчик, пальчик, комментарий, все вот эти вот дела, за которыми вы обычно приходите на YouTube. А я тем временем быстро сделаю презентацию еще одной книги, которая идеально подходит к сегодняшнему дню и к этому оставшемуся в моем бокале вину. Это будет книга «Думай медленно, решай быстро». Спасибо, что смотрите и слушаете. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.